Путин, новый царь, попытка изобразить Путина человеком, подцевшим на власть, была ошибкой. Ed Power, Тетелеграфок, Великобритания. 11 марта 2018 года. По вполне понятным причинам за последние несколько дней эта подробная хроника превращения Владимира Путина в одного из самых влиятельных и грозных политических лидеров в мире и приобрела особое значение. Документальный фильм «Путин, новый царь», ББЦТУО, вышел в преддверии президентских выборов, которые пройдут в России на следующей неделе, выборов, которые все, кроме самого Путина, уже давно считают фикцией. Но на фоне подозрений в том, что именно Россия стоит за отравлением бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля, его дочери полицейского в Солсбери, попытка изобразить Путина как, в сущности, бондовского злодея реального мира выходит за рамки узких параметров документального телевидения. Это происшествие стало одним из эпизодов разыгрывающейся в реальном мире драмы, в которой, учитывая длину щупалец Кремля, каждый из нас может рано или поздно сыграть эпизодическую роль. Ему нужен хаос. Ему нужно больше хаоса, сказал Гарри Каспаров, гроссмейстер, который 10 лет назад бросил вызов Путину и быстро оказался за решеткой. Бывший министр иностранных дел Уильям Хейк, Уильям Агуэ, заявил, что Путин изобрел новую разновидность войны, полноспектральный театр кибератак и вмешательство в выборы в иностранных государствах. В определенном смысле фильм «Путин. Новый царь» стал жертвой обстоятельств. Обвинения в том, что Россия преследует и ликвидирует своих врагов, были упомянуты в нем лишь вскользь, слишком мимолетно, учитывая текущие события. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вспомнил, как во время государственного банкета Путин не смог адекватно отреагировать на слова лидера Белоруссии, который в шутку сказал, что Кремль несет ответственность за отравление бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Одним из тех, кто первым на своем собственном опыте выяснил, что теперь в Москве все будет по-другому, стал олигарх Михаил Хударковский, который публично бросил вызов Путину, обнародовав некоторые подробности сделки, в которой у Путина была доля. Как пожаловался Хударковский, прежде все было иначе. У Ельцина, Горбачева и их предшественников были свои сильные и слабые стороны, но в конечном итоге они были политиками. Ошибка Хударковского заключалась в том, что он считал Путина политиком. Позже он понял, что Путин – это некое слияние политического координатора и криминального авторитета. Поскольку результаты предстоящих выборов уже известны, о них не стоило упоминать в фильме. В нем мельком появилась Ксения Собчак, бывшая светская львица, и дочь путинского наставника Анатолия Собчака, которую многие подозревают в том, что она – лишь марионетка Кремля, чья задача заключается в том, чтобы создавать видимость легитимности процесса. В этом фильме также появился бывший министр внутренних дел Джек Стро, Ячг Страу, который отметил, что между Путиным и Тони Блэром, Тон и Блайер, они оба довольно тщеславны, больше общего, чем Блэру хотелось бы признавать. Главной ошибкой создателей фильма стало то, что они попытались представить Путина человеком, подцевшим на абсолютную власть. Они зачем-то ударились по психологию, профессор неврологии Йен Робертсон, и Ань Робертсон, рассуждает в фильме о том, что мозг президента радикальным образом изменился под воздействием блеска и атрибутов его должности. То, что Путин может быть одержимым жаждой власти и считать себя непогрешимым, вряд ли можно назвать удивительным открытием. Оно лишь удалило некоторую часть лоско-собразцового портрета лидера, который, к несчастью, стал одним из самых влиятельных политиков своей эпохи.